Существует такая передача, пусть говорят. Для чего она создана, не совсем понятно. Ну, во-первых, наверное, для того, чтобы вас отвлекать от мыслей разумных. В нашей передаче сегодняшней будут говорить люди о вещах полезных. О надежности, о качестве, о гарантированном сроке службы. Российских стальных дверей, которые реализуются здесь на Октябрьской 15. Мы сами очень сильно удивились, когда создавали эту передачу. Потому что здесь будут названы факты, которые и вас удивят в том числе. Потому что это грамотный подход к вопросу, который будет насущным всегда. Потому что 15 квадратных метров на человека – это мизерно мало. Нам надо 60. И к этому в России еще будет стремиться. И не один десяток лет, это точно. То есть строительство будет продолжаться, двери будут востребованными. И все будет у нас хорошо. И нам очень хотелось бы сразу расставить все точки над «и». Для тех, кто ранее не понял, скажем. История тесного взаимоотношения горожан и этой фирмы – это не год, не два и не три. Это не фирма-однодневка. И здесь все максимально серьезно. Если делать, то качественно. Если устанавливать, то надолго. Учитывая даже будущие потребности горожан. Такие, как звука и теплоизоляция. И красота. Где такая красота продается и где вы их купили? Российские стальные двери, Октябрьская, 15. Как дверка работает? Как работают замки? И вообще, есть ли какие-то нарекания или все нормально? Нареканий никаких. Дверь отлично работает, замки отлично. Даже когда люди приходят, я спрашиваю, кто там, они не слышат. Мы представляем производителей надежных, проверенных, не один год с ними работаем. То есть мы гарантируем качество, гарантируем работу добрую этих дверей, несем гарантийные обязательства. И в любой трудный момент, который может произойти, наши специалисты всегда придут на помощь и все сделают как надо. Объект более чем известный, раскрученный и уважаемый. Отель «Валентина» был едва ли не первым отелем в том еще Магнитогорске конца 20 века. В городе круче Европы и ДИСа отелей незнавших. И что удивительно, двери, установленные фирмой «Российские стальные двери», не потеряли ни функциональности, ни качества. Работают как по профилю, так и нет. Ну, не должна в природе стальная дверь открываться чаще 10 раз в сутки. Или если она качественная, то должна? Ну, отель «Валентина» открывался тогда, когда других отелей-то и не было нормального уровня. Вы сразу поставили на «Российские стальные двери». Да, в сентябре. Они работают 10 лет. И как они работают? Прекрасно. Работают великолепно. В сентябре будет 10 лет, когда мы поставили двери. И работают не очень великолепно. Претензий никаких нет. Замки прекрасно работают. Ручки. Ну, по крайней мере, мы ни разу не меняли. Ни ручки, ни замки. Ну, давайте еще скажем о том, что ваши двери выполняют не ту функцию, которую выполняют, а обыкновенные двери. То есть, вот домом поставил, утром открыл, вечером закрыл. Да. Здесь по сколько раз открывается? Проходимость, ой, ну, даже не могу вам точно сказать, но проходимость очень большая. Очень большая. И стоят, они хлопают и работают? Да, 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 да. Ну, я же говорю, что мы ни разу не имели ни замки, ни ручки. И прекрасно они работают. Вообще, вот антураж вашего отеля, он как-то расслабляет. Но и дверки тоже выполнены в том же стиле. То есть, приезжая к вам и находясь под защитой российских стальных дверей, что мы чувствуем? Мы чувствуем, что все-таки наши производители умеют делать прекрасные, хорошие, добротные двери. Как и отели? Как и отели, да. Изначально, когда наша фирма появилась, мы уже работаем на рынке, 11-й год. Задача была поставлена снабжать население нашего города дверями не ширпотребными, не слишком дорогими элитными премиум, а доступными, функциональными дверей среднего класса, как мы их называем. То есть, это двери в стоимости ценовой политики в районе 13-15 тысяч, но за эти деньги покупается весь комплекс, так сказать, удовольствия. Функциональность, практичность и долговечность. Наши двери однозначно не уносятся, да, они остаются на месте. Мы делаем акцент больше на замки, то есть, конструкция сейчас, в принципе, в этой ценовой категории примерно одинаковая. Больше делается акцент на защиту, на классность, взломоустойчивость замков, на секретность. В хороших, профессиональных руках наша дверь минут 10-15 будет открываться, если, скажем, другие просто вышибаются одним махом. Как правило, воришки низкого звена, они не ковыряются с нашими дверями, то есть, стараются найти что-то попроще, которые, дверки, которые можно просто пинком, грубо говоря, вышибать и забирать там все, что находится. То есть, в плане взломостойкости обещать золотых гор сейчас никто не сможет и не вправит. То есть, насколько секретность сегодня дверей большая, настолько же профессионалы готовятся так же сильно, чтобы их открыть, назвать. Но для потребительского класса общего, ну, за 10 лет работы, ну, совсем единицы, когда я слышал, чтобы скрывались двери нашего плана. И то там больше было связано с потерей ключей. Иногда такое случается, что замок ломается, и человек все может к себе в дом попасть. Вызывает службу, платит деньги немалые, а если паспорта нет, то и вообще с этим сложности возникают. Что касается ваших замков, насколько они надежны, насколько они крепки и насколько они устойчивы к долговременной эксплуатации? Ну, в основном мы рекомендуем клиентам замки отечественного производства фирмы «Гордиан». То есть, достаточно надежные, проверенные замки, достаточно демократичные по цене. Зарекомендовали себя очень хорошо, то есть, весь склад, который у нас есть, он снабжен замками «Гордиан». При желании, конечно, клиент может укомплектовать дверку замками импортного производства «Мотора Чиза». Целый перечень есть. Ну, как бы это влияет и на стоимость, соответственно, на возможности клиентов. То есть, комплектация может быть какой угодно. Но «Гордиан» в этом плане проверенный, нормальный партнер, с которым мы можем сотрудничать. Теперь самое интересное. А что лидеры домостроительства? Да и кто они такие? Мы, внимательно ознакомившись с деятельностью фирмы «Элитстрой», скажем честно, и положа руку на сердце. Лучше жилья в многоэтажных комплексах не предлагает никто. Мы также честно скажем, новое жилье в многоэтажных комплексах в большинстве случаев вызывает далеко не слезы умиления. Дешевые жестяные двери непонятного изготовления, кривые стены, странная, мягко говоря, планировка. Хорош только внешний вид покрашенных тонкостенных коробок. В «Элитстрой» за идеально вылизанным внешним видом скрываются идеально ровные стены и полы, защищенные лучшими стеклопакетами и уже ставшими эталонными дверьми от фирмы «Российские стальные двери». Вот так вот люди говорят. На рынке сейчас очень много всяких представленных дверей. А некоторые смешные. И некоторые смешные. И они внешне очень похожи друг на друга. То есть двери сами по себе внешне выглядят одинаково. Но в внутренности настолько могут разниться. То есть двери у нас, практика показывает, есть двери, которые стоят и 10 тысяч, есть двери, которые 50 тысяч. А с виду они выглядят одинаково. То есть прежде чем покупать дверь, совет будет первый какой, не торопитесь в одной фирме покупать. Пройдите, посмотрите, изучите рынок. Сравните, побеседуйте с менеджерами. Вникните в вопрос, уточните, из чего складывается дверь. Начиная с покраски. Почему у нас сейчас появились на рынке дешевые двери. За счет чего они, как бы вот уровень наших дверей, я уже назвал, там порядка 11-13 тысяч стоимости. Это полный комплект, включающий тепло, звукоизоляцию и качество производителя. То есть дверьки, которые предоставляют как хорошие на рынке сегодняшнем Магнитогорске, внешне они выглядят так же. Очень много недостатков внутри. То есть прежде чем покупать, обратите внимание на покраску, защитный слой. То есть все наши дверки красятся в два слоя. Идет сначала покраска, потом защитный лак. Многие экономят, не красят. С виду дверка смотрится так же, но через какое-то время, буквально там, через полгода начинаются появляться там и пятнышки, и некрасивые элементы, так сказать, внешние проявляются. Проявляются. Внутри используется металл, как правило, в дешевых дверях толщина поменьше. То есть в наших дверях все практически используются 2 мм сталь. В некоторых конкуренты используют в рекламе 1,5 мм, есть 1,2 мм. Внешне, хотя выглядят они одинаково. То есть у нас практически все двери идут с двумя листами металла. Плюс декоративная панель, там дополнительная звукотеплоизоляция. Используют чужие бренды, могут продавать дверку с одним тонким листом металла. Внутри панелька, с виду они смотрятся одинаково. То есть экономия идет во всем и предоставляет это как настоящий защитный продукт, который в общество своей функции не выполняет. То есть хочется подчеркнуть, прежде чем покупать, обязательно изучить этот вопрос. Дверь, еще раз говорю, вещь недешевая. И чтобы просто так выбросить деньги, не хотелось бы, чтобы люди в замешательство впадали. То есть пройти обязательно нужно посмотреть. Можно начинать, естественно, с нашей организации. Здесь все расскажут, покажут. И для того, чтобы сравнить, пройти по другим, изучить, посмотреть, я думаю, что сделав круг, все равно люди вернутся сюда, потому что здесь обмана непредполагательна. Да, можно не беспокоиться. Можно не беспокоиться за свое жилище, можно не беспокоиться вообще ни за что. Надежные замки, качественные двери, вы слышали, да? Ни шума, ни гамма, ни пыли, ни сквозняков. Это сейчас реально доступно. И недорого. Ну, согласитесь, купить за 15 тысяч и выше дверь, сделанную вот так вот на века практически, это того стоит.